Раньше Никольский храм в новом городе был деревянным. В 2002 году случился сильный пожар, после которого здание больше не подлежало восстановлению. Единственным временным вариантом для совершения богослужений стало помещение, предполагавшееся под иконную лавку. Лишь в 2005 году началось строительство каменного храма во имя святителя Николая Чудотворца. Богослужения совершались в маленьком храме деревянном, который первоначально был предназначен для икон лавки и трапезной. Конечно, народ еле помещался. И вот когда уже в 2012 году была совершена первая божественная литургия, пусть может быть еще все было по строительному, но это была действительно радость для людей, потому что уже затеплилась надежда, что вот он уже близится, наверное, тот момент, когда они могут уже молиться в просторном большом храме. Действительно, сегодня богослужения в новом каменном Никольском храме совершаются ежедневно. При нем действует воскресная школа для детей и взрослых, и молодежный клуб. Прихожане не только посещают службу, но и участвуют в делах милосердия. Ксения и Сергей Епифановы ходят в Никольский храм уже более пяти лет. Они активно принимают участие в жизни прихода и отмечают, что прихожане здесь стали единой дружной семьей. Уже, знаете, примелькаются привычные люди. Если вдруг у кого-то какой-то период времени нет, уже сразу смотрим, что случилось, все ли хорошо. Вот, видимся, там через кого-то узнаешь, уже на душе поспокойнее становится. Вот, если у кого-то какая-то тревога, забота, стараемся всегда помочь. То есть никто не проходит мимо. И это очень радует. Всегда чувствуется какая-то общая молитва, вот, сопереживание, за что всегда всем благодарна. После того, как были завершены все необходимые строительные работы и работы по внутреннему благоустройству храма состоялся чин великого освящения. Были освящены два престола – во имя святителя Николая Чудотворца и во имя святой Матроны Московской. Владыка Лонгин напомнил прихожанам, что день освящения храма является как бы вторым престольным праздником. Я хотел бы напомнить вам, что сегодняшний день – это еще один престольный праздник храма, день освящения. Вот. И хотел бы сказать вам, что вот имя, которое сегодня поразвучало, святого священно-мученика Владимира Пресвитера Саранского – это один из новомучеников российских. Частица его мощей находится в основании престола, одного и второго престола вашего храма. Затем митрополит Лонгин совершил божественную литургию в освященном храме. Во внимание к трудам на благо церкви митрополит Лонгин вручил памятный знак 10 лет Симбирской митрополии Русской Православной Церкви помощнику-настоятеля Леониду Седову и архиерейские грамоты тем, кто помогает храму. По окончании богослужения правящий архиерей поздравил пришедших на молитву прихожан с освящением Никольского храма. После этого была возглашена вечная память почившему в 2020 году почетному настоятелю храма Протеерею Григорию Катруку и возглашены уставные многолетия. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. 19 августа – День Преображения Господня. Это великий и торжественный праздник, который относится к числу двунадесятых. Он приоткрывает верующим тайну будущего века, а события, произошедшие в этот день, подробно описаны в Евангелии. В этот день Господь взял с собой на гору Фавор учеников Петра, Иакова и Иоанна, чтобы помолиться там. На вершине горы Христос преобразился перед апостолами. Лицо его просияло, как солнце, а одежды стали белыми, как свет. Ученики увидели двух великих ветхозаветных пророков – Илью и Моисея, которые беседовали с Иисусом Христом. Затем на гору опустилось светлое облако, из которого раздался голос Бога Отца. «Все есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте». Таким образом, Спаситель приоткрыл апостолам свою божественную природу, укрепив их в вере перед своими грядущими мучениями и смертью на Голгофе. Господь показал каждому, кто последует за Ним, тот свет, которым Он преобразится в Царстве Небесном. Для нас, современных христиан, этот праздник важен тем, что Господь, несмотря на то, что явил божественный свет, но явил через свою человеческую природу. И человеческая природа оказалась вот таким вместилищем божественной благодати, оказалась возвышена. И действительно, после этого каждый человек может вместить в себя хотя бы какую-то долю вот этого фаворского божественного света. В канун праздника митрополит симбирский Новоспасский Лонген совершил все ночные бдения в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе. В день преображения Господня митрополит Лонген отмечает годовщину архиерейской хиротонии. Она состоялась в 2003 году в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. От имени духовенства Владыку Лонгена поздравил благочинный первого симбирского городского округа симбирской епархии протеерей Николай Архангельский. Являясь ныне митрополитом симбирским и новоспасским, вы самоотверженно трудитесь на ниве церковной, стремитесь, как учит апостол Павел, представить себя Богу достойным делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Молитвенно желаем вам крепкого здравия, душевного мира и щедрой помощи Божией в дальнейших трудах на благо устроения церковной жизни симбирской митрополии. Затем, с днем архиерейской хиротонии, митрополита Лонгена поздравили священнослужителей и прихожане, монашествующие, сестры милосердия и православные молодежь. 19 августа митрополит Лонген совершил божественную литургию в кафедральном Спасо-Вознесенском соборе. За богослужением владыка Лонген совершил хиротонию клирика храма в честь благовещения Пресвятой Богородицы города Ульяновска, диакона Иоанна Филиппова в Иерея и воспитанника 4 курса Саратовской православной духовной семинарии Валерия Ставровского в диакона. После литургии был совершен чин освящения плодов нового урожая. Многие знают, что именно на преображение в храмах по традиции происходит освящение плодов. Чин освящения нового урожая берет свое начало еще с древней восточной традиции принесения плодов в храм, что являлось благодарственной жертвой Богу за дарованный им урожай. Если на Востоке в храм приносили освящать виноград, то на Руси это чаще всего были яблоки. Митрополит Лонген поздравил прихожан храма с Днем Преображения Господня и напомнил им о духовном смысле этого события. Мы знаем из Евангелия о том, что Господь преобразился пред учениками, точнее открыл им свою славу и силу перед самыми крестными страданиями, чтобы они могли бы вместить Ежеможаху все те события, которые произойдут впоследствии. Я хотел бы пожелать каждому из нас, чтобы свет Христовой истины, свет преображенного Спасителя нашего Иисуса Христа сопутствовал бы каждому из нас и был бы виден нам в течение всей нашей жизни. Прозвучали поздравления от губернатора Ульяновской области Алексея Русских и гостей епархии епископа Волгодонского и Сальского Антония. Я поздравляю вас с 15-летием выступления в высоких церковных садах. Действительно, в Ульяновской области с вашим заходом придан новый импульс сохранения духовности. Строятся новые храмы, реконструируются старые и не только в городе, но и в городе. В районах. И вот это вот знаково и замечательно. Желаю вам печать, что я уверен, успехов в вашем очень сложном, но, безусловно, очень нужном для нас и для всех людей. Я знаю вас как человек, который искренне любит Церковь Божию. И главное попечение всей вашей жизни – это умножение Церкви, ее благосостояние, прежде всего, духовное состояние. И вот те труды, которые вы несете, они приносят плоды. И я уверен, что и здесь, на Симбирской земле, это ваше качество принесет обильный плод. И те преображения жизни Церкви, которые мы уже видим, с каждым годом становится все заметнее и заметнее. Много лет вам благодаря Владыке. Владыка Лонгин сердечно поблагодарил всех, кто пришел поздравить его в этот праздничный день и пожелал обильной помощи Божией. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Продолжение следует... Продолжение следует... Резды и intrigа... «Мы ждут...» Продолжение следует...